Скажем славу нашему Господу. Сегодня мы имеем возможность собраться. Еще это благоприятное время. Конечно, кто научился ценить эти общения, он понимает, что здесь, на этом месте, будет говорить Бог, будет чему-то учить. И где-то у кого-то нет возможности помолиться дома. Есть неверующая половина, сильно там, знаете, как мы здесь, не доверишься. То я понимаю такого человека, он ценит эти общения, ценит эти собрания. Ну, а кто не ценит, вы знаете, он начинает ценить тогда, когда он по каким-то причинам не может быть на служении. Тогда как-то по-особому, остро начинаешь понимать понимать ту ценность общения народа Божьего. И Христос сказал, где двое или трое соберутся, там я буду посреди вас. Слава нашему Господу за это обетование, что сегодня он на этом месте, потому что здесь собралась церковь Иисуса Христа. Я думаю, больше, чем двое или трое, да? И Христос желает на этом месте свою церковь готовить. Тех, которые согласятся пойти за Ним, куда бы Он ни повел, через какие бы обстоятельства ни повел, чего бы это ни стоило, другими словами, они согласятся пойти за Ним. Они готовы оставить свое, они готовы пожертвовать своим и пойти туда, куда поведет их Господь. И для этого Он приходит на это место, чтобы нас учить, нас утешать, нас подкреплять силой Духа Святого, чтобы мы не изнемогли в вере, а чтобы мы могли совершать этот славный путь, который Он предназначил для своей церкви, для своего народа. Перед нашей молитвой я зачитаю место из 39-го псалма. С самого начала. Это псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Вот в таких небольших словах псаломопевец Давид выразил те обстоятельства, в которых он был. Мы читаем страшный ров, не просто ров, да, страшный ров, тенистое болото, в таких обстоятельствах, и здесь написано, что Он твердо уповал на Господа. Твердо уповал. И мы видим, что Бог вступился, душа находилась в тесных обстоятельствах, Бог вступился, и смотрите, что дальше происходит. И вложил в уста мои новую песнь. Вы знаете, многие христиане поют старые песни о том, как когда-то Бог им помог, и так было хорошо и прекрасно. Но Бог хочет вложить новую песнь. Он не хочет, чтобы я жил старыми благословениями. Это еще не та полнота, в которой Бог открылся моему сердцу. А Бог хочет еще дальше открываться, еще дальше открывать свою силу, свою славу. И Он не хочет, чтобы мы старые песни пели. Вы поймите меня правильно. Не то, что мы из сборника поем это песни 19 века. Нет, я не об этом говорю. А я говорю о том, чтобы мы могли петь эту новую песнь Богу. Чтобы мы могли проходить это поприще, которым Он ведет нас. И мы могли, как здесь псалмопевец говорит, твердо уповать на Господа. Хотя действительно, там уже уповать-то уже не на что. Там бывают такие обстоятельства, что думаешь, Господи, когда все это закончится? Вообще, закончится это когда-нибудь или не закончится? А чтобы мы могли твердо уповать на Бога. И Он вложит эту новую песнь. И мы будем так петь, что, смотрите, написано, увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Представляете, как надо петь? Да? Не так, чтобы мы... Бывает, знаете, сборничка там, утром, когда встает рассвет. А что действительно для кого-то кто-то уже не ожидал, что утром уже рассвет будет. А кто-то уже и не надеялся, может быть, и в живых-то остаться в это утро. Вот тот будет действительно петь утром, когда встает рассвет. Да? Друзья, чтобы мы понимали, что это все от чего зависит-то? Это же не просто какое-то, знаете, какое-то стихотворение написал Давид. И говорит, сочините музыку, да пойте там у себя в церкви. А это его жизнь, это переживание. Это его тот путь, которым его Бог вел. Чтобы на этом Давиде явилась слава Божия. И вы посмотрите, Давид, что он же не такой, как Голиаф был. Может быть, даже тоже ни вида, ни величия. Да? Такого боевого. А смотрите, сколько народов победил. Бог даровал победу. Неожиданным образом. Он говорит, сиди здесь, жди, пока я по верхушкам пойду. Ветер зашумит. Сидит, ждет. Хотя, знаете, армия, можно только свистни, они все туда устремятся, вперед. Нет. Бог сказал ждать. Надо ждать. Друзья, поэтому сегодня мы на этом месте также будем обращаться к Господу. И он тоже будет учить нас. Он будет вкладывать эту новую песнь, чтобы мы могли славить нашего Господа. От полноты его благодати, от его присутствия, чтобы мы могли так петь и славить, чтобы увидели многие и убоялись. И, как здесь написано, и тоже стали уповать на Господа. Почему? А потому что вот человек, его Бог извлек. На нем слава Божия является. Он в таких обстоятельствах был. Сейчас славит Бога, поет, радуется. Слава Господу. Друзья, это все предназначено для нас, чтобы мы могли в радости славить нашего Господа, проходя это земное поприще вместе с Ним. И мы обратимся к Нему в молитве. Аминь. Хорошо нам быть в общении, разобыть на них тревоги, хорошо прибыть в служении, прославляя сердце Бога, прославляя сердце Бога. Мы хотим встретить мы и светом, быть во всем единодушным, исполнять Христа советы, честно, преданно, послушно, честно, преданно, послушно. Христианская дорога ПЕСНЯ 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 Научи меня, Боже, мудрости, Из Твоей, что исходит в вечности, Чтоб духовной не знать без кудости, Чтобы дни не прожить без вечности. Научи меня, Боже, мудрости, Из Твоей, что исходит в вечности, Чтоб духовной не знать без кудости, Чтобы дни не прожить без вечности. Чтобы славить Тебя из старости, Дай душе моей легкокрылости, Чтоб всегда в непрестанной радости Воспевать Твои Божьи милости Не служить Тебе ни из скорости, Ни из выгоды, ни из зависти, Но по доброму зову совести, Ради истины, ради благости. Научи меня, Боже, мудрости, Из Твоей, что исходит в вечности, Чтоб духовной не знать без кудости, Чтобы дни не прожить без вечности. Научи меня, Боже, мудрости, Из Твоей, что исходит в вечности, Чтоб духовной не знать без кудости, Чтобы дни не прожить без вечности. Зачем ты спишь? Ты не для сна спасен, Не для того, чтоб спать в своей лечине И беззаботно наслаждаться сном, Забыв о людях, гибнущих в пучине. Зачем ты спишь, запамятав о том, Что сам во мраке погибал недавно? Пойми, ты не для сна спасен Христом, Пойми, не сном, а кровью ты оправдан. Зачем ты спишь? Быть может, ты устал, Под тяжестью креста в дороге утомился. Не легче путь, и крест был у Христа, В крови, в поту не спал он, а молился. Зачем ты спишь? Укрылся с головой, Под одеялом враг тебе не страшен, А дьявол руки потирает над тобой, И слугам говорит, укройте, наш он. Зачем ты спишь? Звучит ответ сквозь сон, Во сне спасать разумней и мудрее, Безумец замолчи, ты сам-то не спасен, Открой глаза, проснись. Проснись скорее, проснись, мой брат, Сестра, не надо спать, Молитесь, братья, сестры, Тверже верьте, Чтоб не во сне пришествие встречать, А наяву с горящим чистым сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok Приходи, Иисус, ко мне, Свет зажги для души во тьме, Укрепи, когда в сердце стучится грудь, Ободри, когда я спрошусь, Приходи, когда я спрошусь, Приходи, когда я спрошусь, Приходи, когда я молюсь, И когда ты ко мне придешь, Сердце пламень любви зажжешь, И страдания горкую чашу я, С радостью примусь за тебя, Потому что со мною ты. И страдания горькую чашу я, С радостью примусь за тебя, Потому что со мною ты. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Слава Богу, дорогие друзья, братья, сестры. Слава нашему Господу. Наш Бог живой Бог. Наш Бог истинный Бог. И знаете, мы сейчас, братьями, подъезжая на это место, так вот, знаете, размышляли, да, мы подъезжаем к святому месту в городе Томске. Слава нашему Богу. Но мы, я так понимаю, мы из Рубцовска приехали в гости. И знаете, подъезжая к этому месту, мы все подумали, что это действительно, это святое место. Это место святое, почему? Потому что здесь наш Господь, наш Иисус. Он на этом месте, как уже брат говорил, где двое или трое собраны во имя мое, там посреди них я. Она сегодня очень здесь намного больше. И сегодня Господь с нами. И сегодня, знаете, я не перестаю удивляться до сего времени, знаете, вот сколько уже лет верующий. Когда приходишь на собрание, бывает всякие духовные состояния, знаете. Бывает, идешь на собрание, руки опущены, ноги подгибаются. И вот, ну, одна мысль в голове, одна мысль в сердце. Надо дойти, надо дойти, надо прийти в собрание, потому что там Иисус. Он обязательно поможет. Он обязательно облегчит страдания. И знаете, дорогие друзья, приходя на это святое место в Томске, в Рубцовске, еще во многих городах нашей большой страны и всего мира, дорогие друзья, Господь начинает исцелять. Господь начинает благословлять. Господь начинает вести работу в сердце. И знаете, просто уже как даже люди мирские со стороны вот у нас там говорят. Вот вы почему-то заходите в одном состоянии, а вы ходите с собранием и посмотрим, у вас какие-то даже лица другие становятся. Слава нашему Господу. Это Господь. Это не мы такие, это наш Господь такой. Слава нашему Господу. Я прочитаю такое место. Исайя. Четвертый стишок. И до старости вашей я тот же буду. И до седины вашей я же буду носить вас. И я создал и буду носить. Поддерживать и охранять вас. Слава нашему Господу. Слава нашему Богу. Друзья, знаете, читая это место, я вспоминаю так себя, знаете, когда покаялся, когда узнал, что есть Спаситель, который реально может спасти, знаете, волос был темный. И сегодня он у меня уже седой. И знаете, просто читая это место, моя душа просто, знаете, наполняется такой благодарностью моему Господу, потому что в жизни было разное. В жизни было многое. Были взлеты, были неудачи. Где-то спотыкался, где-то падал, дорогие друзья. Но всегда рядом был тот, кто помогал. Тот, кто поднимал. Тот, кто благословлял. Тот, кто помогал идти дальше. Это наш Господь Иисус Христос. И, дорогие друзья, я так благодарен Ему. Я думаю, каждый из нас может поделиться об этом, что наш Господь, Он реальный, Он живой, Он истинный, Он святой. И только Он помогает в нашей жизни. Больше ни на кого не должны уповать. Больше ни на кого мы не можем надеяться, только на нашего Господа, дорогие друзья. Он нас создал. Он создал нас дорогой ценой. Ценой своей жизни. Слава нашему Господу. Он пролил за нас кровь. Не мы там были. Не в наши руки и ноги вбивали гвозди. В Его руки и ноги вбивали гвозди. Чтобы мы сегодня с вами здесь сидели и прославляли Его святое имя. Слава нашему Господу. И знаете, хочется поделиться таким, что в моей жизни произошло. Недавно как бы на молитвенном служении молимся. А как-то вот до этого служения я был уверен в сердце своем, что я полностью доверяю моему Господу. Я полностью доверяю Ему. Я полностью уповаю на Него. Я вот такая вот уверенность была во мне. Молимся. И через сосуды Господь говорит мне. Ты мало доверяешь мне. Доверься мне. Знаете, друзья, сердце сокрушилось. Я думаю, Господи, ну как так? Я же ведь только Тебе одному доверяю. Я больше никому не доверяю. Я только Тебе одному и только на Тебя уповаю. Только Ты действуешь в моей жизни. Ну как так? Почему я не доверяю Тебе? И вот знаете, вот эти вопросы пошли от разума, от разума, не от сердца, а от разума. И знаете, так вот молился и просил Господи, ну пожалуйста, покажи мне. И проходит буквально среда, суббота. В субботу я так говорил с одним человеком там по работе, что он мне должен был помочь. В одном как бы деле, в котором как бы я получаюсь там человеком посередине. И я, если он подведет меня, значит я подведу других людей. Я спокойный такой, знаете, звоню утром, еду на машине, звоню ему. Ну где мы, говорю, с тобой встретимся? Он говорит, знаешь что? Говорит, ну извини, пожалуйста, я не могу тебе ничем помочь. Я уехал в Казахстан, вообще за границей. Извини, ну ты там реши свою проблему до понедельника сам. Я тебе ничем не могу помочь. Мне аж, вот знаете, вот я еду, я аж остановился, мне плохо стало. Потому что там как бы такое дело было, что я не мог подвести этих людей, которые надеялись на меня в понедельник. Звоню второму человеку. Понимаете, вот какая мысль у человека начинает? Тут у меня работало, да? Я сразу не преклонил колени. Я сразу не начал молиться. Дорогие друзья, я начал искать другого человека, который мне может помочь. Я набираю номер, звоню ему. Слушай, ну вся надежда на тебя, помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. И он говорит, нет, я не могу тебе помочь. Вот тогда я остановился, вылез и начал молиться. Господи, Боже праведный, ну кто мне поможет? Все, тупик, помоги, пожалуйста. Я не знаю выхода из этой ситуации. Господи, ты видишь все проблемы, которые в связи с этим возникнут. Ну кто, ну кто, только ты, Господи, помоги, пожалуйста. И знаете, так в заколуке моей памяти всплывает имя человека, так как бы мы давно знакомы, как бы мы с ним разговаривали на эту тему. И так как бы, как кажется, как бы случайно это имя всплыло в моем разуме. Как бы случайно, да, но это не случайность. Это Господь. Когда мы надеемся, когда уповаем, Господь оказывает нам помощь. Я набираю номер, звоню ему, говорю, пожалуйста, говорю, если можешь, помоги. А вот знаете, честно скажу, где-то там в глубине моего сердца, ну не хватало веры. Думаю, ну чем он там мне может помочь? Это уже мое я, понимаете, это уже мой разум, человеческий разум, который, знаете, думает, да чем он мне может помочь? Ну ладно, наберу уже. Набрал, знаешь, помоги, пожалуйста. Он говорит, Олег, ну подъезжай, говорит, подъезжай, говорит, прямо сейчас можешь подъехать. Я, в принципе, тебе смогу помочь. Слава нашему Господу. Я возблагодарил Бога, дорогие друзья. И я сразу же понял это откровение. Это слово, которое было сказано мне. Ты не доверяешь мне. Я так думаю, Господи, и мое сердце еще больше сокрушилось. Я думаю, Господи, ну как можно не доверять Тебе, если Ты делаешь вот такие чудеса в нашей жизни? Я думаю, не только у меня у одного, я думаю, у каждого сидящего здесь было много чудес, которые Господь делал в нашей жизни. Господь делает, и Господь хочет делать, дорогие друзья. Потому что мы народ святой, мы избранный народ. И сегодня Слово Божие так говорит, я прочитаю Исаия, 60 глава. Ибо вот, тьма покроет землю, второй стишок. Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак народы. А над Тобою воссияет Господь, и слава Его явится над Тобою. Слава нашему Богу. Дорогие друзья, и сегодня наш Господь, Он хочет, чтобы и Его слава была над каждым из нас. Господь хочет действовать в жизни каждого из нас. Господь хочет являть силу, славу Свою в жизни нашей. Дорогие друзья, но вот насколько мы доверяем Ему, насколько мы надеемся, насколько мы уповаем не на свое Я, а на Его, на нашего Господа, на нашего Иисуса, Который всегда был всемогущий. Он создал нас. И Он говорит, я носил и буду носить вас. Я помогал и буду помогать. Дорогие друзья, можем измениться мы по отношению к Богу, но Бог по отношению к нам никогда не изменится. Слава нашему Богу. Слава нашему Господу, дорогие друзья. И сегодня время такое тяжелое. Сегодня время нелегкое, потому что оно диктует свои правила, дорогие друзья. И сегодня, как вы понимаете, внутренность иногда вот, знаете, внутри сжимается, потому что мы соприкасаемся с этим миром. Мы не постоянно находимся в служении. Сегодня оно закончится, завтра пойдем мы на работу. И там другие проблемы, там другие люди, дорогие друзья. И почему-то там уже нет никому доверия, там никому не можешь доверить. Ни свои тайны, ни деньги, ни что еще либо. Потому что такое время, оно, знаете, как бы диктует свое. Этот мир, он диктует свое. Не доверяй, не доверяй, не доверяй, не доверяй, не доверяй. А Господь говорит, доверьтесь мне. Наш Господь говорит, доверьтесь, и я помогу. Я реально помогу, я реально выведу, я реально благословлю. Слава нашему Господу, дорогие друзья. Слава нашему Богу. И, конечно, Господи, для этого нужна сила Божия. Для этого нужна сила, для этого нужна вера, для этого нужна уверенность, дорогие друзья, в нашем Господе. И только Он нам может дать, как Слово Божие говорит, 28 Псалом, 11 стишок. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Слава нашему Богу, слава нашему Иисусу. Только Он нам может дать силу, только Он может наполнить наши сердца, нашу внутренность миром Божиим. чтобы благословить нас, чтобы действительно все вокруг увидели славу Его на каждом из нас. Да поможет нам Господь в этом. Ему за все слава. Аминь. Когда смотрю на фото церкви я, я говорю, вот здесь моя семья, куда еще пойти мне в этом мире, где понята была бы душа моя. И я молюсь, Господь, не допусти нам где-то затеряться на пути. Не дай нам в мире злом одним остаться. Всех вместе нас до дома доведи. Задумайтесь на капельку сейчас. Кому в всем мире дело есть до вас? Насколько этот мир нас ненавидит, настолько ценен тот, кто любит нас. Любви мгновенья, как ничто цены. Христом друг другу были мы даны. Насколько нас в этом мире мало, настолько ценить друг друга мы должны. И видим мы, как с фото каждый раз, десятками не схожих лиц и глаз. Сам Бог, многоразличный, многолекий, глядит людьми, представленный на нас. Твои небеса и твоя земля И что наполняет ее Ты видишь пути И знаешь дела И все помышления мои Иду ли я Отдыхаю ли И ты окружаешь меня И все пути мои Известны лишь тебе И в тайне сердечной Ты знаешь меня Желания ты знаешь мои И все пути Ничто от тебя Ничто от тебя Не сокрыто Мой Бог Ты сила и слава моя И иду ли я Отдыхаю ли И ты окружаешь меня И все пути мои Известны лишь тебе И все пути мои Известны лишь тебе За все остаюсь Благодарен тебе За милость твою И любовь И дальше храни Ты меня Мой Господь С тобою Хочу я Идти И иду ли я Отдыхаю ли И ты окружаешь Меня И все пути Мои Известны лишь тебе И иду ли я Отдыхаю ли И ты окружаешь Меня И все пути Мои Известны Лишь тебе И все пути Мои Известны Лишь тебе И все пути Мои И все пути Бесвидимые поют. Свет неизвечебный, Свет неизвечебный, Полный мира снизошу. Свет животворящий, Благо нам дарящий, Свыше землю на себя. Свят седержитель, Свят седержитель, Пасад на Ему вовек, Кто сравнится с Ним. Богом прославляем, Господа возгласим, Кому подобен Бог наш димный, Царь царь и Господь наш. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Царь оставим небо, Царь оставим небо, Царь оставим небо, Людей грешных возлюбля. Смертные страдания, И позор долгов был, И спит кротко до конца. С радостью пресветлой, Вечно буду славить Спасителя моего. Милостью великой, И любовью дивной, И любовью дивной, И любовью Себя. Свят седержитель, Свят седержитель, Паса на Ему поверь, Кто сравнится с Ним. Бога прославляем, Господа возносим, Кому подобен Бог наш димный, Царцами Господь наш. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Давайте скажем, Слава Господу. Слава Богу. Царь оставил небо, Ради нашего с вами спасения, Братья и сестры. И так псалом поют, И как-то сердце так восхитилось к Господу. И как вот, знаете, на небе. И вот как бы, Как впереди престол, И так ангелы поют. И маленько, знаете, как будто в такой некий трепет приходишь и страх. Как это все будет? Я не знаю, кто представлял из вас или нет. Как это будет? Как, Господи, мы предстанем пред величием Твоим? Как мы увидим лик Твой? Как это будет? Ну, мы верим, что идем. Слава Богу. И дойдем. Я хотел бы сегодня говорить на тему, Я думаю, что, если внимательно кто слушает, Сегодня так наблюдается эта тема от начала упования. Упование на Господа. Доверие Господу. Надежда на Господа. Я бы хотел тоже поделиться на эту тему тем, Что Господь положил мне на сердце. И я, покуда, значит, сидел тут, Слушал, как вот идет служение. Так внимательно старался слушать. И брат Олег начал первым говорить об этом. И у него так вот об этом где-то мысли были. И потом еще брат говорил об этом. И я так пойду, думаю, посмотрю в словаре, Что это такое. Пошел, сходил в словарь, Открыл там, посмотрел разные словари. Но все, в принципе, говорят одинаково. Упование – это стойкая надежда доверия. Упование – это стойкая надежда доверия. Вы знаете, я хотел бы рассказать один такой случай. Ну, не один, но как бы рассказать, Как пример такой перед началом проповеди. У меня, Бог наградил нас с моей женой, У нас четверо детей. Слава Богу. Недавно стало четверо, было трое. Вот. И двое, они как бы маленькие. Милана и Павлик, они маленькие. Но есть еще двое. Они маленько постарше. Они тоже маленькие, но они маленько постарше. Тимофей и Евангелин. Они постарше. Они уже как бы так разговаривают, мыслят. Они играют вместе, общаются вместе. У них общие интересы какие-то. Друг за другом они стоят горой. Постоянно защищают друг друга. Даже когда я что-то, допустим, говорю Тимофею, Ева за него вступается. Либо когда я Евею что-то, значит, говорю, ну, как бы наказывает. Тимофей за него заступается. Вот. У них такие дружные они такие. Вот. И вы знаете, у них есть такое особое качество. Я заметил. Однажды я им сказал, что завтра, вернее, в субботу, если вы будете слушаться, это где-то было среди недели, вы, я вас возьму на дом молитвы, будете со мной целый день на доме молитвы. Вы, значит, ну, как, значит, будете со мной. Они, значит, я забыл сам про это. Вот. Предходит пятница. И, значит, они меня вечером встречают и говорят, а завтра ты нас возьмешь на дом молитвы. Я говорю, чего ты взяли? А ты обещал. И мне так маленько, ну, думаю, ну, да. Я вспомнил, что я обещал. И я думаю, ну, хорошо, коли обещал, надо брать. Коли обещал, надо брать. И, значит, я не решил, значит, поступить, как сказать, вероломно, что ли, вот эту веру разбить, что ли. Обещание это я решил сдержать. Я взял их на дом молитвы. Мы провели с ними день. Вот. Ну, и, значит, и несколько раз у нас было так, что вот они, что-нибудь я им скажу, так, знаете, как бы, и они схватят это. И потом проходит время, они, а ты обещал обоих, главное, вдвоем, знаете, так. И я, как бы, ну, обезоружен. Я не могу им ничего, как бы, противовес сказать. Мне приходится выполнять то, что я сказал. Вот. И тут, значит, на днях тоже я уходил из дома, и опять у них расстройство, что я ухожу. Постоянно они недовольны этим, что я постоянно ухожу куда-то. И, значит, и они меня за руку поймали, ну, как бы вот что-то, хотя бы от меня ожидая чего-то, значит, каких-то опять обещаний. Но я им уже боюсь что-то обещать, чтобы, ну, потом уже надо исполнять это. И я, значит, уже молчал, и Ева говорит, ну, жвачку арбузную. Ну, так она мне говорит. Я говорю, ну, хорошо, жвачку арбузную, ладно, это еще более-менее можно исполнить. Ну, так согласился, значит, и день прошел, обычно тут, ну, в центре труд, что-то, беседы какие-то, значит, молитвы с братьями, значит, служение. И вечером я возвращаюсь домой, купил продуктов, и около самой двери, уже дошел до девятого этажа, поднялся, слышу крик, ну, такой, дети там играют, что-то. Я встал около двери, вспоминаю, что жвачку я не купил. И я так, уже боюсь домой заходить, дверь так открываю, и Ева бежит, и первый у него вопрос. А жвачку взял, купил, я думаю, господи, прости меня, что я не купил эту жвачку. Я ставлю сумку, разворачиваю, уходите с дома. А Поля говорит, куда пошел? Я говорю, ну, жвачку надо купить. Я говорю, будет нехорошо, потому что обещал, надо купить. Я пошел искать эту жвачку арбузную, нашел, значит, принес, купил, отдал. Все, обещание исполнено, значит, удовлетворение было. У обоих причем, у Тимофея, хотя я ему ничего не обещал, и у Ева. Вот, знаете, почему я эти примеры привел? Почему я эти примеры привел? Ну, Бог тоже нам что-то обещал, братья и сестры. Слава Господу. Бог обещал нам вечную жизнь в Сыне Своем Иисусе Христе. Аминь. Слава Иисусу. Бог обещает нам, что Он нас не оставит ни в каких трудностях и испытаниях. Слава Богу. И не оставляет, и не оставлял. Аминь. И Дух Святой Его ведет нас по этой жизни, давая нам обетование и открывая нам вновь и вновь свои откровения и Слово Божие. И этим, в принципе, жива Церковь. Слава Богу. И это живое упование и надежда на нашего Господа. И мы верим, что однажды мы предстанем пред Ним, потому что Он обещал. Но есть одно обещание, которое Он попросил от нас. Одно. Он не требует от нас ничего больше. Всего одно обещание. На самом деле все просто. Новый Завет, он очень прост. Одно обещание. И мы это обещание дали, когда вступали с Ним в Завет. И знаете, написано так у Тимофея, второе послание к Тимофею, 11 стих и ниже. Верно Слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и сарствовать будем. Если отречемся, Он отречется от нас. Если мы не верны, Он пребывает верен. Ибо Сам от Себя отречься не может. Вы знаете, когда мы принимали это крещение, когда мы вступали в этот Завет, там вот эту мысль я у одного проповедника услышал, она мне очень понравилась. Там на реке, где или на водоеме, на этом была церковь, народ Божий собранный, сколько-то человек было. Там был, значит, служитель, может быть, не один служитель, который преподавал это крещение. Но знаете, там были крещаемы. И в моей жизни это было 7 лет назад. Но там еще был некто, кто, может быть, глазами не было видно. Был некто, кто очень внимательно ждал от нас этого обещания. И в тот момент, когда мы сказали «обещаю» и нас погрузили в воду, где-то на небесах очень четко прозвучало «обещаю». Довести до неба, аллилуйя! Слава Богу! Если будешь верен своему обещанию. Вы знаете, но бывает в нашей жизни так, что где-то мы, бывает, спотыкаемся, идем, хромаем, что-то допускается в нашей жизни, какие-то моменты. Я не говорю о грехах смерти, мы их оставили и раз и навсегда. И Павел Апостол говорит об этом и говорит, это не должно даже именоваться у святых. Есть грехи, о которых мы даже не упоминаем, потому что мы освящены единократным принесением Иисуса Христа. Он сделал совершенными освящаемых. Мы освобождены от этих грехов, и мы к ним не возвращаемся и не упоминаем о них. Но есть грехи, которыми мы боремся, которые мы побеждаем, и если мы скажем, что мы не согрешаем, то мы лжем. Так ведь говорит Священное Писание. Мы лжем, и истины нет в нас. Есть грехи, как вот, допустим, где-то огорчение допустил, либо какая-то обида поразила сердце стрелой, либо, может быть, где-то подошло осуждение, и мы с этим боремся, и мы видим себя, и Дух Святой нас обличает в этом, может быть. И мы каемся, и мы стоим на колени, просим прощения у Господа. И Бог верен своему обещанию, Он приходит, и вновь очищает нас кровью Сына Своего Иисуса Христа. Есть другие обетования Слова Божия, что мы, если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и пройден, простит нам и очистит нас от всякой неправды. И очень нам это слово нравится, оно нас учит так поступать, и мы так поступаем и идем в это небесное царство. Но вы знаете, в первом послании Петра, в первой главе третьим стихом, написаны такие слова. «Благословен Бог и Отец, Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, купованию живому». И 1 Петра, также 1 глава в 13 стихе, написано ниже, опять Петр упоминает об уповании и говорит, «Посему возлюблены, припаяться в чресло ума вашего, бодрство и совершенно уповайте, наподавая вам благодать в явлении Иисуса Христа». Итак, вот эти два места священного писания. Апостол говорит в первом месте, значит, что Бог, Отец, Он по великой своей милости возродил нас воскресением Иисуса к купованию живому. И во втором случае Он говорит, «А теперь, говорит, бодрство и совершенно уповайте наподавая вам благодать в явлении Иисуса Христа». И я стал размышлять. И знаете, вот это слово коснулось в мое сердце. Для чего возродил? Мы рождены свыше. Народ Божий, Церковь Иисуса Христа, мы имеем такое, знаете, «Такую нам дал власть Господь называться и быть детьми Божьими», написано. Это власть от Бога. Имея силу и рождение свыше, мы противостоим греху. Мы надеяны такой власти. Но для чего? Для чего? И апостол говорит, Бог говорит Духом Святым через апостола к упованию живому. Как это? Господи, как это? Вы знаете, разные обстоятельства бывают в жизни. Бывает, он говорит ниже, «совершенно уповайте». Он говорит, во-первых, это должно быть живым в вашей жизни, а во-вторых, говорит, должно быть совершенным. Но как это? Бывают в жизни разные. И говорить об этом хорошо, и размышлять об этом прекрасно, и может быть, это касается нашего сердца. Но когда это приходит в жизнь нашу, братья и сестры, бывает, знаете, ребенок заболел или родился больным. И врачи ничего не могут помочь, они разводят руками и говорят, ну, в лучшем случае, 5-6 месяцев он проживет. И здесь нужно живое упование. Здесь нужно совершенное упование. А бывает, знаете, когда так навалится тьма, и так, может быть, мысли какие-то идут и идут, и, знаете, и вроде как бы пытаешься, ну, понимая что-то, понимая умом и разумом, как брат говорил, ну, понимая, где-то, где-то, может быть, на задворках ума помни о том, что должно это быть живое упование. Но обстоятельства так складываются в жизни, что говоря о живом уповании, уже, ну, тебе кажется, ну, какое тут упование? Ну, какое тут упование? Сил больше нет, Господи. Совсем нету силы, руки опускаются. И, кажется, уже и веры нету. Но имея обетование, вставая на колени, просто плача, просто плача, просто принося Господу свое сердце, свою нужду, молишься, и вновь приходит, знаете, живым словом, это сила. Не оставлю, проведу, проведу. Только будь верен, только не соблазнись, только не развернись. Господи, у меня больше нет никаких сил, но я не хочу от Тебя уходить. У меня ничего не получается, но я все равно пойду за Тобой, Иисус. И, знаете, как будто какая-то невидимая рука вновь поднимает, вновь поднимает с колена и вновь ведет. И, кажется, слезы уже заливают и взор туманится, но ты слышишь этот голос, любишь ли ты меня? Следуй за мной. И вдруг сила Духа Святого наполняет тебя. И вдруг как будто куда-то что-то делаешь и вновь поднимаешься и вновь ведешь и вновь что-то делаешь. И вновь стараешься приносить этот плод, потому что Он однажды умер за тебя и возлюбил тебя прежде. Слава Богу. И Он дает силу. Только бы пришел, только бы встал на колени, только бы заплакал. И я уже рядом, и я уже жду, и я хочу помочь. Он не дает сверхсил, говорит Писание, но кажется, что дает порой. И когда, знаете, родилась у нас дочка больная, Евангелина, сегодня я о ней говорил уже, что она жвачки от меня требует в обещании. Когда она родилась больная, у нее было сердцем больное, и врачи как бы разводили руками, говорили, что ну, можно как бы попробовать операцию, но нет никакой уверенности, что она пройдет успешно, эта операция. И, значит, я однажды беседую с одним братом, служителем, и он мне сказал такое слово. Я долго размышлял потом над этим словом, он говорит, вы должны быть готовы и, ну, как бы двум как бы концам завершения. Первый, что операция пройдет успешно, а второй, что, возможно, и неуспешно. Ну, то есть, другими словами, что Бог может забрать этого ребенка. Вы знаете, здесь нужно живое упование, но в такие моменты как-то вот, может быть, наш разум мешает, я не знаю. Может быть, сильно мы взрослые и порой мы пытаемся своим разумом что-то додумать, и, имея какие-то, значит, документы там медицинские, мы понимаем, что это очень сложно все. Но он говорит, совершенно уповайте ниже, бодрствуй, совершенно, припаялся в чресло у малыша. Бодрствуй, совершенно уповайте. Ну, вот как это, Господи? Ну, бывает, знаете, может быть, идет человек, идет, может быть, это сестра в церкви, идет, идет, и время уже, и, может быть, возраст уже, и там, годы 30, сколько, я не знаю, и, как бы, сказать, ну, нету предложения, ну, не берут замуж. Ну, бывает такое, я вот такую проблему как бы увидел, бывает, и, знаете, и человек, как бы, ну, тоже, может быть, хочется как-то и уюта домашнего, очага как-то домашнего, ну, не берут, не делают продолжение, не пойдешь сама никуда. И тоже нужно уповать. И тоже нужно как-то доверить. И тоже нужно как-то, может быть, смириться, согласиться и довериться. И бывает, может быть, слезы, бывает, может быть, сердце сжимается. Что, Господи, дальше в моей жизни? Бодрствуй, совершенно уповайте, наподаваем вам благодать. И, знаете, и тьма, ну, интересно, мы говорить можем сейчас о каких-то великих духовных битвах, вещах, и понятно, что Бог нас не оставляет. И, в принципе, к этому призвано упование. Когда мы находимся очень гуще, знаете, самой жестокой и ожесточенной борьбы с этими духами зла, с этими атакующими мыслями, и в такие моменты нужно обязательно бодрствовать и уповать наподаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа. Но бывает, что, ну, мы думаем, ну, да, но, наверное, об этом здесь говорится, о какой-то жестокой битве. И Бог нам обещает, что Он никогда нас не оставит в такие моменты. Аминь. Слава Богу, это Его обещание. Он потому что верен своему обещанию и сам от себя отречься не может. Мы в это верим, мы на это уповаем. Но бывает, знаете, не какая-то большая жестокая битва, бывает просто житейский пример. Не берут замуж. И кажется, ну, что об этом говорить, это не серьезно. Это серьезно. Это очень серьезно. Такие моменты, когда остается человек один, может быть, на людях. Он ведет себя так, как бы, ну, может быть, пытаясь показать, что все нормально. Но когда он остается один, начинается борьба. И тут тьма начинает вести эту борьбу ожесточенную, которую никто не видит. Человек один на один выходит. И вот тут, именно тут, нужно живое упование. Именно тут нужно совершенное упование на Господа Иисуса Христа, на Его благодать. просто поверить, что проведет. Просто довериться, что не оставить. И, может быть, нужно быть готовым к двум разрешениям конца. Но все равно доверить. Вы знаете, я когда сажусь в машину, сейчас более-менее как-то я, ну, и то разные водители бывают. А первое время, когда садились, на мотоцикле особенно, когда садились, еще молодой, садились, сзади так сядешь, и кто за рулем сидит, он как-то увереннее себя чувствует. И он так разгонится там, а один раз мы под автобус улетели. А сзади маленько так смущаешься. Как-то не хватает доверия, упования на вот этого впереди, сидящего водителя. Не хватает где-то маленько. И вот разные бывают водители. Здесь уповать тоже приходится. Ну, а в машину садишься как-то поувереннее, но тоже водители разные бывают. Бывает 180 ездят по дороге. И тоже нужно как бы доверять. Потому что он ведь ведет, и он ответственный за все жизни, которые в машине сидят. И мы ему все доверяем, получается, в своей жизни. Но мы доверяем жизни человеку. Но почему-то бывает, у нас не хватает способности доверить свою жизнь. Господу. А в поезде еще, знаете, как-то вообще не думаешь, где там водитель этот в поезде. Что он делает? Есть он там вообще или нет его? Едешь и едешь себе. И доверяешь ведь. А в жизни. Господу. Ведь он есть. Слава Богу. И ведь он точно не спит. И не дремлет, хранящий Израиля написано. И он точно переживает, и может быть смотрит, и наблюдает за тобой каждую минуту, и каждую секунду твоей жизни. И может быть даже во сне, когда ты, может быть, не контролируешь свои мысли, он контролирует твои мысли. И когда ты встаешь с подушки, и может быть один-два волоса остались на подушке, он знает точно, сколько волос в этот момент осталось на подушке. Даже волос не упадет с головы вашей, без ведома Отца вашего небесного. Но порой мы как-то, знаете, теряем это из внимания. Вы знаете, но я вот задавался вопросом, ну как же, Господи, ну понятно все, ну читаем слово ясно все, ну для меня все понятно, что надо уповать. Ну так порой в жизни складывается, что ну не хватает. Ну не хватает. Когда ребенок родился, не хватает. Когда авария была, не хватает. Ну где-то вот семья осталась без денег, я без работы. Ну кто даст? Ну что, где взять деньги? Не придет прохожий, не занесет домой. Ну понятно, уповать надо. А Бог однажды сказал, я буду главой вашей семьи. А где? Господи. И где-то, может быть, лежа уже на этой койке с переломанными ребрами, и вспоминая это слово со слезами, я, Господи, но ты обещал. Я обещал. Слава Богу. И не оставил, и вновь стою, и вновь говорю, и делюсь с вами переживанием. Слава Господу. Я думаю, будем стоять, и будем идти, и говорить слава Богу, потому что есть Господь, и жив Он сегодня. И Он дает нам это обещание, что проведу. И во всякой этой ожесточенной схватке и битве проведу. И не оставлю. Ты моя дочь. Я искупил тебя однажды. Слава Богу. Ты мой сын. Я люблю тебя. Аминь. Но как порой не хватает, Господи, этой веры? Но как порой трудно довериться и остаться верным. А требует только одно. Он не требует, чтобы ты, знаешь, ни разу не согрешил, потому что, в принципе, знает, что мы перст. Но Он требует, что когда ты где-то, может быть, оступился, чтобы ты был верен своему обещанию, пришел и осветился. Пришел и открылся. Пришел и исповедовал, если нужно. И это будет верно обещание. Потому что добрая совесть. Павел пишет в 13 главе к евреям. А мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Честно пред Господом. Честно перед людьми. Вы знаете, я прочитал место священного написание Господь так открыл мне. Написано Псалом Давида, 25-й Псалом, первый стих. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и уповая на Господа не поколеблюсь. Вы знаете, братья и сестры, когда в такие моменты жизни, когда кажется, нет выхода, когда кажется, впереди, ну, непросветный туман или тьма, и кажется, ну, не решается вопрос какой-то, и кажется, может быть, нет помощи, и ты один на один остался со всеми силами ада, и кажется, все, это конец. Здесь нужно, смотрите, как он говорит, рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и тогда есть дерзновение, и тогда есть дерзновение, понимаете, а если даже не так, то, вставая на колени, он открыл нам этот доступ, приди скорее ко мне, приди скорее, открой все, исповедуй все, осветись, и ходи в непорочности, будь верен своему обещанию, и всегда помни, что я рядом с тобой. Я вспоминаю это откровение, которое было сестре однажды, времена еще гонения, не Советский Союз, когда было, и очень притеснения были со стороны власти, то эта сестра, она говорит, видела такое видение, когда ее поэтому, очень часто в проповедях братья приводят берег, морской, там, песочный, и следы, и двое следов, и она видит это, говорит, и что, Господи, а что двое следов? Он говорит, я веду тебя за руку, всегда помни, я рядом с тобой, веду тебя за руку, тебя веду. Но одна же, когда уже сточилась там все, и что-то совсем тяжело стало, и говорит, все, уже руки опустились, и я опять молилась, и говорила, ты, говорит, Господи, мне такое показывал, и обещал, что будешь рядом, и я, говорит, вижу вдруг одни следы, и вторых нету. И тогда я расплакалась, говорит, и все, Господи, но ты ведь обещал, что ты будешь рядом, и никогда не оставишь. Но Бог ей говорит, я взял тебя на руки. Это мои следы. И здесь нужно верить, что не оставят. Будь я ходил в непорочности моей, уповая на Господа, не поколеблюсь. Придай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он выведет, как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Слава нашему Господу, братья и сестры. Вы знаете, можно примеров приводить много, но я хотел бы, я хотел бы, что бывает часто молимся за родных, бывает часто молимся за родных, знаете, я так знаю, что многие народ Божий, искупленный, кровь Иисуса, спасенный, возрожденный, свышенный народ Божий в церковь, он молится за родных, и у нас есть это в сердце, мы переживаем так ведь, братья и сестры. Мы ведь молимся за родных, нам хочется, чтобы все наши родные пришли к Господу. И это желание, оно святое желание в сердце народа Божьего, и мы молимся, и хотим, чтобы там, где и мы, там и они были с нами, и переживаем так, и молимся за детей, может быть, за наших. Я очень сильно переживаю за своих детей. И мы молимся за родных наших, за матерей наших, за отцов наших, за братьев, сестер наших, за всех молимся. Но, вы знаете, бывает, где-то подходит сомнение, где-то видя уже, может быть, десятки лет ничего не меняется, и подходит сомнение. Ну, вообще, ну, вообще, как-то это изменится что-то. Но Бог обещает, спасешься ты и весь дом твой. И, знаете, ну, не переставай делать все, что ты можешь сегодня. Если это дети, приложи старание в воспитание, говорит Слово Святое, я своими словами говорю, если ты сегодня, может быть, дети твои уже выросли, и где-то что-то ты упустил, ну, покайся, примирись со мною, я все-таки прощаю тебя. Но сегодня старайся не переставать молиться об них. Молись. Вы знаете, молись, говорит Слово Святое. И я видел своими глазами, когда мать молилась за детей, и тут, это был первый год моего, когда я пришел в церковь, на похоронах каялись у матери. Может быть, она при жизни не увидела, как они покаялись. Но Бог все равно остался верен своему слову. Слава Господу. Спаслись. Сегодня обе члены церкви. Я не буду называть имена. Вы знаете, и Он нам дает какие-то обещания, и нам порой кажется, ну, почему-то это все не исполняется сегодня. Но Он говорит, уповай на Господа. И Он выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Слава Господу. Вы знаете, я хотел бы последний пример привести уже к молитве. У меня был случай такой в жизни недавно, и он еще не кончился, может быть. Я сегодня через него прохожу. Но уже имея определенный, знаете, как выход, что ли, из этой ситуации, я могу об нем говорить с радостью. С радостью. Значит, я когда пришел в церковь, и уже, ну, там, женился, женился, появились дети, один там ребенок, два, то у меня было такое желание, ну, всегда оно было, но когда уже женился, и дети появились, уже было желание, чтобы у нас была машина в семье. Нам было бы удобнее с машиной. Потому что, ну, дети, бывает, разбегаются, я с одной рукой не могу их собрать в автобусе, там еще где-то, сейчас их четверо, тем более. И я всегда переживал так и думал, ну, вот, как бы машину нам. Но Поля боится этих машин, а мне не дают машину. Вот. И, знаете, ну, нам предлагали купить права. Всегда. Вот всегда, я сколько помнил, с самого начала, как в церковь пришел, предлагали купить права. Стоит это недорого. Можно купить. Но вот. Но я как-то старался, я понимал, что это нечестно будет пред Господом. Я понимал это, что это нечестно. Это быстро. Но это нечестно. Это недорого даже. Но это нечестно. Я так понимал, но искушение постоянно было, знаете, такое вот надавливал, надавливал, и так вот, ну вот реально, ну ты пойди, все это честно будет, мы тебя заведем, там в ГАИ ты все это сдашь, то есть с тобой будут инструктора, все это будет не то, что там как-то тебе поддельно, все настоящее, просто тебе все помогут сделать, а ты за это заплатишь. Но я понимал, что это нечестно, и мы молились, и родилась у нас вот эта дочь Ева, которой много сегодня я уже говорю, и она тоже молилась, Евангелина у нее полное имя, и она тоже молилась, и она, наверное, вот она, ей три года сегодня четвертый пошел, вот она сколько, я так думаю, сколько она себя помнит, постоянно об этом молитвы, вот три года мы точно уже молимся. И вот она молилась, и каждый вечер мы молясь семьей, или утро там молясь семьей, постоянно молясь о всяких нуждах, о духовном состоянии, там о послушании детей, и о спасении родных, и в конце наших вот этих, мы уже о нуждах говорим, и вот постоянно мы приводили вот эту нужду пред Господом, что Господи, и права Папе, ну ты как-то усмотри права Папе, ну она так всегда молит. И вот она молится, и я уже привык к этой молитве, и права Папе, Господи, ты усмотри. Ну я думаю, уже так вот все время, и все время молимся, я бывает забуду, она и права Папе, Господи, ты усмотри, она уже привыкла к этой молитве, значит, и я так тоже привык, но тут, значит, обстоятельства сложились, я пошел туда пытаться узнавать что-то как-то с этими правами, уже как бы четверо все-таки. И знаете, и оказывается, с 12-го года вышел закон 302-й Н, я даже помню номер этого закона, где инвалидам вообще запрещается садиться за руль автомобиля, по закону. То есть теперь, в принципе, это стало вообще нереальным. Этот закон отменил всякие попытки инвалидов сесть за руль. И как бы я понимаю, но умом своим, что вышел закон, теперь ничего не изменить, закон государства, РФ, то есть Российской Федерации, все принято. И как бы однажды, придя домой, и опять, вставая на колени, мы молились, и Ева опять говорит, ты права, Папе. И мне так ее жалко, мне аж плакать захотелось. Я думаю, бедный ребенок, но как ей мне сказать, что права Папе не будут? Теперь это нереально. Потому что, ну, закон государства изменился. А она каждый день опять говорила, и права Папе. Я думаю, ну, когда-нибудь я ей обязательно объясню, что возрослее станет, чтобы сейчас веру в нее не разбивать. Что, ну, так вот получилось, доча, надо просто смириться уже с этим и жить вот так вот. И знаете, я однажды сидя вот тут вот как-то, значит, в центре, около компьютера, я интернет открыл и смотрел эти законы всякие там, вот, всякие, значит, формы там изменений. И увидел, написано письмо президенту, ну, такое. Я туда кликнул, и, значит, ну, и что-то написал этому президенту письмо, что, значит, вот такая ситуация в моей жизни, и как бы вот так и так, значит, и, в общем, никак. Прав не получается получить честным образом. И отправил. Я говорю, мы будем за вас молиться. И отправил ему письмо президенту. Ну, я понимаю, что президент его не видел, скорее всего. Но, знаете, потом прошло время. Я не буду все рассказывать. Прошло время. И она постоянно молится Еву. И права Папе дарует. И постоянно я каждый день, я думаю, ну, мне ее жалко. Я уже забыл про это письмо президенту. Два месяца прошло. И вдруг однажды мне звонок вечером поздно. Управление ГИБДД Томской области. Здравствуйте, Сергей Викторович. Я говорю, да, зачем вы жалуетесь президенту? Я говорю, я не жаловался. Я и не пытался этого делать. Говорит, значит, ну, проблемы вообще нет в этом, чтобы вам получить права. Будьте добры, подъедьте к нам. Ну, там майор Рыжов какой-то, значит, и так далее. И дальше там события начали развиваться. Я сегодня учусь на права. Я хожу, учусь на занятия, значит, слава Богу. Но, знаете, потом, когда я зашел, я хотел об этом рассказать. Я когда зашел туда, в эту школу, автошколу, чтобы уже подать документы, справки там все, чтобы, ну, меня учиться взяли. Там уже нашлась машина, на которой меня будут учить, автоматическая коробка передач и так далее. Хотя у нас запрещено в городе на этих автоматах сдавать экзамен. И, значит, когда я зашел туда сдавать, они говорят, вот он, все там, ну, преподаватели, директоры этой автошколы, вот он. Я думаю, что-то, кто там? Ну, они говорят, вот он. Два месяца, говорит, Томская ГАИ, говорит, администрация президента достает, чтобы они ему права сделали. Я думаю, так это не администрация президента достает. Это моя дочь, она коленях всех тут молит. И мне так стало со слезами, знаете, слава нашему Господу, братья и сестры. Вот такое вот упование. Но, знаете, ведь порой у нас, вот мы взрослые, нам порой даже наш разум мешает, чтобы довериться полностью Господу. Чтобы просто отдаться Ему. Господь, Ты лучше знаешь, как Тебе надо, как нам надо. Ты лучше знаешь, как нас провести. И порой что-то у нас лишения какие-то, но для нашего же блага. Порой какие-то у нас приобретения, но для нашего же блага. Только для блага. Я знаю лучше, как провести Тебя. Ты моя дочь, Ты мой сын. Слава Господу. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два предложения, наверное, и мотивчик, ну, очень простой. Но когда вы послушаете какого-нибудь там оперного певца там, да, который какую-нибудь там арию исполняет там и голосом что-то там выделывает, да, и ноты достает уже такие, что не каждый это достанет, то там мы посмотрим совсем другое пение, да. И для того, чтобы этого достигнуть, то необходимо упражнение, необходимо упражнение. И вот Бог хочет, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися, да, увлекающиеся, но чтобы мы были твердые в вере. А для этого, чтобы вот эта твердость наша с вами набиралась, для этого нам необходимо проходить различные испытания. И, вы знаете, очень простая технология и очень простые требования у Бога. И вот Псалтырь, 49-й, 49-й Псалом, Бог говорит, «Соберите ко мне святых моих», 5-й стих, вступивших в завет со мною при жертве. То есть иногда Бог такие собрания устраивает, Он говорит, «Соберите ко мне, у меня есть что-то сказать, к своему народу, вот соберите». И дальше Он говорит, «И небеса провозгласят правду Его, ибо Судья есть сей, есть Бог». «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог». И вот смотрите, Бог собирает свой народ, собирает свой народ и говорит, «У меня есть кое-что сказать». Он говорит, «Я буду свидетельствовать против тебя». Ну, с одной стороны, можно сказать, «Ничего себе, какая строгость, да?» Но с другой стороны, у Бога есть всегда слово для того, чтобы нас поддержать, чтобы нас точнее направить, чтобы мы могли не уклониться с этого пути. И как сегодня уже говорил брат Сергей, брат Сергей, то у него есть обетование, у него на нем ответственность, он дал нам свои обетования, свое слово, и он теперь имеет ответственность, это его слово. И мы поверили не чьим-то словам, мы поверили словам Божьим. А слово Божие, оно и живо, и действенно, и оно должно исполниться. И вот, чтобы оно исполнилось нашей жизни, необходимы условия с нашей стороны. Потому что со стороны Бога это слово было испытано в Его Сыне, Иисусе Христе. И мы видим, что Сын Божий, Он положил всю свою жизнь для того, чтобы исполнять не свою волю, не свои какие-то принципы отстаивать, а чтобы исполнить волю Бога Отца. И мы видим, что Он на сто процентов положил для этого свою жизнь. И что бы ни случалось в его жизни, мы видим, что Бог Отец был рядом. И даже когда Ему пришлось по благодати вкусить смерть за всех, то и оттуда Бог его воскосил своей силой. Слава нашему Господу! Друзья, и некоторые думают, да не, это Сын Божий так шел. У меня будет попроще. Зачем мне там вкушать смерть за кого-то? Зачем мне какие-то там неприятности или проблемы, да? Друзья, мы идем точно таким же путем. И нас будет воскрешать та же самая сила Божия. А для этого мы должны на сто процентов свою жизнь положить на то, чтобы нам исполнить не свою волю, но исполнить волю Божию. И за что же укорял Бог народ израильский? И Он говорит, не за жертвы твои, я буду укорять тебя. И дальше объясняет. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? В то время народ израильский приносил в жертву животных, да? И вы знаете, такой был как бы обычай у народов. Они приносили жертвы идолам, и потом, значит, якобы этот идол, он кушал все это. Он это все кушал, они так людям объясняли, да? Которые были вовлечены, выдало поклонство. Вот наш Бог вот такой, да? Ему кушать надо. Ему надо постоянно жертвы, чтобы он кушал. Господь говорит, я не кушаю животных, я не пью их кровь, мне это не надо. Он говорит, я даже если бы захотел покушать, да? Я бы как-то решил эту проблему, если моя вселенная и все, что ее наполняет. И дальше он говорит, 14 стих, принеси в жертву Богу хвалу. Не козленка, не теленка. Принеси в жертву Богу хвалу. Друзья, я хочу подчеркнуть, это Ветхий Завет. Мы читаем с вами место из Священного Писания Ветхого Завета. И не нужно думать, что Ветхий Завет это такой ветхий, такой он несовершенный, что там даже взять-то нечего, потому что мы сейчас по-новому живем. Друзья, в Ветхом Завете уже есть Новый Завет. Христос говорит, исследуйте Писание. Вы думаете, через них иметь жизнь вечную. А они о ком свидетельствуют? Весь Ветхий Завет о ком свидетельствовал? О Христе. О Новом Завете. И мы видим, что воля Божия, она как была в Ветхом Завете, она такая и в Новом Завете. Он говорит, мне не нужны эти формальные жертвы. Мне не надо что-то там, деньги там или еще что-то, чтобы я там своими руками что-то сделал. Богу это не надо. Богу надо нечто лучшее. Он хочет лучшие жертвы, чтобы мы приносили с вами. Мы на разборе слова в среду рассуждали, да, о духовных жертвах, которые благоприятны Богу, должны приносить Иисусом Христом и через Иисуса Христа, говорит Священное Писание. И вот смотрите, и Бог говорит народу своему, принеси в жертву Богу хвалу. Он говорит, слава тебе Господи, все принес. Не об этом, да, говорит Слово Божие. Не об этом. А чтобы ты так прославил Бога, не своими словами, а чтобы Дух Божий на тебя сошел, и из твоего чрева, да, изнутри твоей потекли потоки воды живой, чтобы ты мог Духом Святым прославить Бога, в Духе Святом прославить Бога. А как уже Дух Святой прославит Бога, мы не знаем. Да, он бывает прославляется в делах милосердия, да, в таких делах, которые никто не делает. Небольшой пример. Все знают, наверное, такое имя мать Тереза, да? Я недавно про нее книжечку прочитал. Это человек, который посвятил себя от самого начала служению беднейшим из бедных. Не просто бедным, а она посвятила, вот взяла такой девиз для себя. Я буду служить наибеднейшим из бедных. И ее миссия, она основана в Индии. Друзья, и там такие бедные, которые уже, значит, за ними никто не ухаживает, они уже умирают. Они умирают, и она на этом смертном одре уже, когда они заботятся же сестрички, да? Вот. И они им говорят о любви Божьей. И так провожают их вечность. С одной стороны, кто-нибудь скажет, что это за служение такое? Да вы посмотрите, вышел проповедник, колонки выкатил, там аппаратуру, как включили, как Бога прославили в пении, проповедь сказал, там вся Африка в слезах. Когда Бонке проповедовал, на одном из служений было заполнено миллион карточек покаяния. вы знаете, что такое? Миллион покаялась на служение в Африке. И там такое, знаете, панорама, там не видно конца и края, там такое поле людей. Вот. И миллион покаяния. Ну, кто-то скажет, вот это да, вот это евангелизация. А вот эта женщина небольшая, она албанка по происхождению, она служила этим людям. Сколько там через нее ушло в вечность, да, сколько там покаялись, да, сколько там утешились, никто не знает, никто не знает. Но имя этой женщины знают все люди. И она даже, когда летела в самолете, когда летела в самолете, знаете, очень многие богатые люди жертвовали на ее служение. И она однажды летела в самолете и спала. Вот. И там один пилот, он уже несколько раз ее перевозил, эта компания, значит, и он все хотел на нее посмотреть, живьем ее увидеть. Ну, такая личность, да, как говорил уже брат Сергей Рывкин, да, проснулся знаменитым, то есть она не просыпалась знаменитой, она посвятила себя служению, и люди узнали об этом. И вот он пошел из кабины посмотреть, что же это за женщина, а она спит. И он, долго не думая, снимает фуражку и по салону пускает на пожертвование вот этой матери, все. И она, когда проснулась, у нее такая фуражка, и там какая-то сумма, ну, за тысячу долларов там, за тысячу, по-моему, 1800 что ли, вот, она шутя сказала своей там монахине, говорит, мне надо побольше спать в самолетах, да. Вот что это такое, друзья, это слава Божия. А это является слава Божия. Когда человек свою жизнь посвящает не на то, чтобы удовлетворить себе какие-то потребности или еще что-то, да, он ее посвятил полностью. Все празднования уходили туда. Ей папа римский подарил свой автомобиль, чтобы она ездила, она его туда. и вы знаете, и у них в принципе нету своих вещей. Вот когда они отправляются на миссию, у них вот такая коробочка небольшая, ну и там текст священного писания, там еще что-то, и там вообще минимум своих вещей, все. Сари у каждой, потому что они там в Индии служат, все, у них больше ничего нету, ничего. Все, что у них есть, они все перенаправляют туда. Слава нашему Господу. Я думаю, что это прославление имени Божьего. И для того, чтобы прославить Бога, принести в жертву хвалу, то недостаточно просто сказать слава Богу. Это должно быть действием Духа Святого. И Христос говорит, и Христос когда обращается в Евангелие от Иоанна, Он говорит, что Дух Святой, когда придет, Он прославит меня. Друзья, мы с вами не сможем прославить Бога, так как Он этого достоин. Не сможем. Мы можем принести там тачку денег, самое последнее все выглезти из своих закромов. Друзья, это мясо волов. Это не надо Богу. Это все без вдохновения благодати Божией. Это бездействие Духа Святого. А Бог желает, чтобы Его имя было прославлено под действием Духа Святого. И вот Христос был крещен Духом Святым, исполненный Духом Святым, помазанный Духом Святым. И Его служение такое славное было. И когда Он воскрешал даже мертвых, там каких-то больных, значит, коллеги вскакивали, то заметьте, народ прославлял не Христа, прославляли Бога. Прославляли Бога. И поэтому, друзья, Бог желает, и мы для этого призваны с вами. Он говорит, воздай хвалу. Он желает, чтобы мы могли прославить Его. И для этого Он запечатлел нас Духом Святым. Для того, чтобы мы могли исполниться Духом Святым. Не просто наполниться, исполниться Духом Святым. И пошло бы действие для славы Божьей. Для этого Бог дал нам все необходимое. И дальше Он говорит, принеси в жертву Богу хвалу, воздай Всевышнему обеты твои. Сегодня брат Сергей говорил, Всевышний от нас только, ну, я бы не сказал один обет, не один, там их несколько. Один обет, это, конечно, при водном крещении каждый дает обещание Богу доброй совести. Как уже было сказано, Бог знает, что мы где-то можем споткнуться, упасть, не по бодрству, в чем-то согрешить, но мы должны, мы обещали Богу доброй совести. Она не должна быть запятнанной. Если мы в чем-то согрешили, мы должны осветиться, покаяться, да, и он уже, брат Сергей, говорил. еще одно обещание. Те, которые вступили в брачный завет, они давали какое обещание? Не оставлять друг друга, да, обет верности, да, когда дети рождаются, и, значит, родители приносят их, чтобы церковь могла помолиться, они что обещают родители? Воспитывать детей в учении наставлении Господнем. Вы знаете, если так перебрать Слово Божие, да, там еще кое-какие обеты есть, а есть еще добровольные обеты. Вот кто-нибудь переживал, когда, вы знаете, не просто так вот человек о тома говорит, ну, знаешь, Господи, если вот сейчас мне зарплату дадут, я не то, что десятую часть, я половину тебе отдам. Например, да, зарплату дали, и началось там туда-сюда тянуть, да, Бог говорит, давай, мне надо там диван, то-то, дыры заткнуть. Вы знаете, однажды, однажды, у меня сердце просто вырвалось, я переживал такой момент, когда у меня просто вышло от моего сердца, не от ума, от сердца вышло обет Богу. но мы, братья-служители, мы предупреждаем всегда, братья-вбодрствуйте, сестры, обетов поспешных не давайте, да, кто там безбрачия дает, там, я как апостол Павел буду, там, а я как этот, там, кто-то еще, там, друзья, не надо поспешно давать, не надо, потому что, если дашь, надо исполнять, как брат Сергей уже говорил, да, даже дети спрашивают уже, привлекают к ответственности, а уж тем более Бог, да, и вот однажды из моего сердца вышел такой обет, и вы знаете, что самое интересное, я умом-то понимаю, что я произнес, что если по уму это только все это, ну, так вот, значит, арифметику это вычислять, то, в принципе, я как, ну, как Закхей получается, да, значит, кого, значит, обидел, воздам четверо, половину сразу отдаю, вот, то есть там, конечно, никакого, значит, никакого прибытка, да, никакой прибыли, вот, я умом-то понимаю, знаете, но я отметил для себя, ну, в сердце такая радость, вот, от того, что вот у меня родилось такое желание, вот такая радость в сердце, думаю, ну, и ладно, раз сердце радость, желание родилось, ну, в принципе, неплохое, то я за, да, ну, и так Бог, конечно, по милости дал мне исполнить это все, Слово Божие говорит, исполни обеты, данные Богу, иногда Бог, Он из глубины нашего сердца, эти обеты начинает извлекать, и они, действительно, от присутствия Божия, что-то для Бога сделать, переживали такое? Но для этого нужно присутствие Божие, чтобы действительно был обет угодный Богу и исполненный, для этого необходимо, чтобы сердце было наполнено благодатью, и тогда человек просто, ну, не может сидеть, вот его Дух Святой наполнил, может, там, переполнил, да, и тогда не можешь просто так, в таком состоянии спокойном оставаться, хочется что-то сделать для Бога, и поэтому, друзья, вот это Бог желает, чтобы наше сердце, оно горело для Него, чтобы там постоянно было присутствие Духа Святого, и от присутствия Духа Святого, чтобы мы не сидели на месте, а чтобы мы могли действовать, мы могли исполнять то служение, которое нам Бог определил, возвещать истину Божию, утверждать ее на этой земле, и дальше Слово Божие говорит, еще, как мы можем прославить Господа, воздать хвалу, воздать, значит, обеты, и Слово Божие говорит 15 стихом здесь, и призови меня в день скорби, это самое интересное, обычно, как уже брат свидетельствовал, настает день скорби, мы давай по всем знакомым, давай куда только можно, только не до Бога, а Бог говорит, призови меня в день скорби, вот когда у тебя будут скорбные дни, никого не зови, самое первое, позови меня, и смотрите, с обетованием, и я избавлю тебя, я избавлю тебя, Бог говорит, ты меня призовешь в день скорби, а я тебя избавлю, и дальше Слово Божие говорит, и ты прославишь меня, как мы можем прославить Бога, попасть в скорбь, ну, не сами, конечно, да, попали в скорбь, призвали Бога, Он нас избавил, и мы Его прославили, интересно, да, как-то неожиданно, да, думаешь, ну, для того, чтобы прославить Бога, надо как-то настроиться, что-то сделать там, такое, да, как следует подготовиться надо, да, а бывает Бог раз нас в скорбь поместил, и Он хочет, чтобы вот эта цепочка, она собралась, мы Его, ага, так, я в скорби, Господи, помоги, и ждем, когда же нас Бог, когда же нам Бог поможет, ожидаем от Господа спасения, как уже говорил брат, он может по-разному выйти навстречу нам, да, напомнить нам номерок телефона, какого-то там друга, да, или еще что-то, или кого-то к нам прислать, но, друзья, когда избавляет Бог, сердце сразу отмечает, это Господь, и тогда идет, и хвала Богу, мы не друга прославляем, да, не того, кто нам помог, мы их поблагодарили, а Бога начинаем славить, Господи, благодарим Тебя, вера наша утверждается, да, имя Божие прославляется, мы эту новую песнь начинаем петь, и начинаем ее петь где? Везде, в том числе и в церкви, мы свидетельствуем, что вот так Бог вышел навстречу, друзья, у кого-нибудь сегодня вера укрепилась, немножко, когда брат Сергей засвидетельствовал про то, как его дочка молилась за права, укрепилась, да, слава Господу, это песнь Богу, это песнь Богу, потому что, когда идет песнь Богу, мы читали, да, многие боятся, да, боятся, и многие придут к Тебе, и поэтому, друзья, вот Бог хочет, чтобы мы вот так вот пели, да, брат Сергеев стал спел, да, другой спел, третий спел, четвертый, все в вере ободрились, укрепились, и Богу благодарность вознесли, слава нашему Господу, вот это и есть служение Нового Завета, вот так вот Бог хочет, чтобы наше сердце, оно было настроено, оно было нацелено, для того, чтобы служить и поклоняться нашему Господу, слава нашему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok